9 ноября 2022 года запомнится не только как день осуществления тактического маневра по отводу войск из Херсона и организации обороны по левому берегу Днепра. В этот день президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Событие действительно знаковое. Главный смысл проекта указа заключается в том, что российское государство впервые за последние 100 лет, начиная с 1917 года, говорит о том, что берет традиционные духовно-нравственные ценности народа под свою защиту. Так что в течение 100 лет российское государство, как бы оно ни называлось, не защищало традиционные ценности своего народа. Спустя более чем 100 лет российское общество возвращается к забытым нравственным ориентирам, формирующим мировоззрение граждан. После векового забвения во внушительный перечень традиционных ценностей, помимо уже закрепленных в Конституции жизни, достоинства, прав и свобод человека, включены патриотизм, гражданственность, приоритет духовного над материальным, гуманизм и еще дюжина других. Разумеется, каждая из перечисленных ценностей важна и занимает свое особое место в основах идентичности и едином культурном пространстве. Но есть ли в этом списке скрепа, нехватка которой наиболее остро и болезненно ощущается обществом? Давайте в поиске ответа на этот вопрос обратимся к непререкаемым авторитетам. Будучи премьер-министром, еще в 2012 году Владимир Владимирович в своей статье «Строительство справедливости и социальная политика для России» однозначно определил, что мнение людей о справедливости жизнеустройства является основным критерием оценки эффективности социальной политики. А важнейшей задачей – уменьшение социального неравенства, и регулярно напоминает об этом в своих выступлениях. А Россия не раз, не раз в своей истории ставила перед собой великие цели и добивалась успеха, и побеждала, объединяясь вокруг наших общих ценностей, которые составляют суть нашего национального характера. Что это за ценности, что это за истины? Это самые простые вещи. Это эти ценности – правда, достоинство и справедливость. Победа над любой несправедливостью, уважение к достоинству каждого человека, правда в отношениях между обществом и государством. Сегодня очевиден главный запрос граждан России – обеспечить справедливость. В самом широком смысле этого слова принципы справедливости, уважения и доверия универсальны. Мы твердо отстаиваем их, и, как видим, не без результата, на международной арене, но в такой же степени обязаны гарантировать их реализацию внутри страны, в отношении каждого человека и всего общества. Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро. Это вообще особенность нашей культуры. Общество решительно отторгает спесь, хамство, высокомерие и эгоизм, от кого бы все это ни исходило. Четвертый принцип нашего развития – это социальное справедливость. У роста экономики и деловой инициативы, индустриальных возможностей и научно-технологического потенциала страны должно быть мощное социальное воплощение. Такое развитие должно вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению, как это происходит в некоторых других странах. Об опасности отсутствия справедливости в обществе говорил и патриарх. А было что-то хорошее в революции? Вся эта механика? Никогда бы это инспирирование из-за рубежа, никогда бы эта система пропаганды не сработала, если бы она не легла на очень чувствительную, нравственную почву, на востребованность справедливости. Не было достаточно справедливой российское общество во время империи и социально-имущественные расслоения. И этот фактор был использован всеми этими пропагандистами, которые привели к каравовой бане. Но стремление это к справедливости присутствовало в революционном процессе. И разве мы можем сказать, что это плохо, что люди стремились к справедливости? Угрозу недостатка справедливости признал и председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин. Цитата. «Мы должны научиться ценить и оберегать существующее жизнеустройство, понимать, как в этом жизнеустройстве выражаются наши базовые ценности семья, вера, сплоченность, Родина, и, конечно, справедливость, недостаток которой может вносить в общество раскол, создавать почву для деятельности революционных маргиналов и в конечном счете разрушать, казалось бы, незыблемые устои государственности». Конец цитаты. Трудно не согласиться с приведенными аргументами. Несомненно, главная ценность русской цивилизации – справедливость. Как же обстоит дело со справедливостью в российском обществе? Как реализация ее принципов отражается на повседневной жизни граждан? И существует ли опасность реализации угроз, связанных с ее отсутствием? Рассмотрим вопрос по существу и обратимся к фактам. Социальные исследования, произведенные ФОМ в 2018 году, демонстрируют, что существенно вырос запрос на социальную справедливость. Треть населения полагает, что общество не становится более справедливым. При этом респонденты связывают такое явление со снижением уровня жизни и возросшим расслоением общества. До сентября 2020 года фондом общественного мнения публиковались результаты еженедельных всероссийских опросов «Справедливость и несправедливость». Так, с 2007 года доля опрошенных граждан, считавших, что российское общество устроено несправедливо, не опускалось ниже 60%. При этом более 50% считали его менее справедливым, чем советское общество в 70-80-х годах прошлого века, а доля тех, кто считал, что оно становится все более несправедливым, с 2017 до 2020 года выросла с 18 до 25%. По последним данным, 27% считали западное общество более справедливым, чем российское. По данным ВЦИОМ за 2019 год, 76% опрошенных признали наличие в обществе противоречий между богатыми и бедными, 61% между руководящими работниками и служащими, 57% между предпринимателями и наемными рабочими, а в 2022 году 69% россиян считали различие между богатыми и бедными слишком большим. В 2021 году в России за чертой бедности находилось 16 миллионов человек, что составляло 11% населения. Доходы 10% самых богатых россиян превосходили доходы 10% самых бедных в 14 раз. Им же принадлежало 74% всей собственности. Вопреки твердой убежденности президента в недопустимости пересмотра итогов приватизации 90-х, граждане все еще помнят о нанесенном ею ущербе. 41% считают приватизацию несправедливой и 43% требуют пересмотра ее итогов. К поискам справедливости в последнем ее оплоте, суде, граждане России также относятся скептически. 57% готовы идти в суд лишь в крайнем случае, 61% считают, что судьи берут взятки, а 46% убеждены в частом вынесении несправедливых приговоров. Не вызвало отклика и понимание у населения и решение о повышении пенсионного возраста. 80% относятся к нему отрицательно, а для 44% оно оказалось полностью неожиданным, как и необъявленное очередное повышение тарифов ЖКХ. Результаты впечатляющие, и ставить их под сомнение нет никаких причин. При этом представители иностранных компаний в управлении государственных корпораций и воротилы крупного бизнеса, высокопоставленные чиновники и их потомки, делающие успешные карьеры в бизнесе и на государственной службе, вполне согласны с существующей несправедливостью. В классовом обществе все классовое, поэтому и справедливость у хозяев жизни своя, капиталистическая. Ее правящий класс защищает жестоко и бескомпромиссно. А главной угрозой капиталистической справедливости является установление общественной собственности на средства производства. Справедливость – это результат классовой борьбы. Указы и законы только закрепляют ее. А установить справедливость может лишь общность, осознающая себя как класс. Но это требует мобилизации всех сил в борьбе, в труде и в учении. И пока в обществе будет преобладать капиталистический способ производства со свойственными ему конкуренцией, диспропорциями производства и эксплуатации, народы России продолжат страдать. А озвученная первыми лицами государства справедливость для подавляющего большинства населения России класса наемных работников и вовсе останется пустой декларацией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова